здесь вот мы заехали и вот домик а здесь такая красивая зона отдыха яблони груши стульчики зонтик возле крылечка посидеть попить чайку вот цветочков мало как видите только хост и и какие-то вот эти такие кустарники вот елочки когда мы были давным-давно ну лет 6 7 назад елочки еще маленькие были так что пойдем раскладываются и приходить сюда и 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 Давайте небольшой экскурс, такой общий план. Сейчас немножко все покажу. Здесь такая распределительная, как сказать, цепочка для воды. Фильтры. Все. Так, куда дальше пойти? Тут курничок небольшой. Ммм, жарко. Там вон перчики висят. Ой, я все мечтаю о своем парнике. Ну, когда будет у меня парник. Но говорят, больше ничего, кроме перцев, не растет. Вот. И, кстати, он стеклянный. Просто сверху пленка, чтобы еще теплее было. Такое как бы... Ну и мыть не надо стекло. Так, сейчас мы с вами прошернемся в доме. Вот, как вы видели, я снимала, делаем, был туалет. Вот. Вот эта труба, это все со второго этажа. Канализация, уход в землю. И вот там тоже я снимала вот этот бачок, куда все сливается. Вот. Тут, собственно, душ, как оказалось. Давайте зайдем, посмотрим. Здесь есть печка, и она нагревает и стиральная машинка, и тушевая кабина, и бойлер. И снова привет. Вот. И кабинка. То есть здесь просто чаша. И вот. Только довольно просторная штука. Очень удобно. Вот вешалочки, окошко. В общем-то, довольно такой вместительный душ. Свет сейчас выключим и пойдем дальше. Обязательно ручечкам, потому что уже дяди-тетей не молоды. Нужны им дополнительные опоры. Вот. Это, мне кажется, что... Такой старый. Здесь тоже есть ванна, но это типа сарайчика. Вот, беседка, но она уже разваливается. Здесь дровница. Кстати, у меня тачка тоже одноколесная. Очень удобная, советую. Маневренная. Здесь закрыта. Но я думаю, что это тоже сарай. Мангарчик. Вот. Сейчас посмотрим с вами туалет. Уличный. Ну вот, вот в этом я была. Он закрыт. Хотела вам показать. Там, конечно, ну, покруче, чем обычный туалет. Там красиво сделано просто. Он такой крутой. Вот. Ну и здесь как бы туалет как туалет. У нас такой же. Ничего выдающегося. Просто я именно тот хотела показать. Потому что там, ну, Диана круче. Этот самый. Как называется? Да, он вот. Двозь днем закрыт. Вот, я открыла. Вот. Видите, здесь такой биотуалет. Туалет, но он самоперерабатывающий. Сейчас тут сделали типа сарая. Вот. Сейчас закрою. Вот. Все. Мы таки пролезли туда. Вот. Ну, видите, как люди сделали себе туалет в доме. Поэтому зачем какой-то еще туалет на улице. Там есть старенький. Куча. Ну, ничего такого выдающегося. Сейчас тут смотреть. А вон всякий урожай. Тыковки. Лежат. Вот. Вообще у меня дядь-дядь-дядь не любит что-то сажать. Вообще, в принципе, у них почти ничего не растет. Поэтому они ничего не высаживают. Так, не любители. Даже не то, что не любители. Просто, ну, наверное, рука такая, что плохо растет. Вот. Поэтому они вкладываются в дом. Делают всякие крутые штуки в доме. Вот. И живут с удовольствием. Вот клубничка. Вот кто-то мне любит писать заброшенный участок. Вот у людей вообще ничего нету. То есть у них тоже получается около 12 или 15 соток. Но они ничего не сажают. Они только косят. Но, извините меня, они купили уже изначально выровненный участок. Если бы у нас был тоже выровненный участок, у нас бы тоже было замечательно. Все ровненько. И не нужно было корячиться, перекапывать землю. Выравнивать ее. Так что вот. Клубника. Ну, я так думаю, уже все сошло. Видите, тоже не особенно. Это густо растет. Но просто такая рука у человека. Цветы вы видели. Только хвосты. И вообще, тетя Валя, она не любит цветы сажать. У нее как-то они не растут. Вот такой участок. Мне у них всегда нравится. Потому что у них всегда газончик. Всегда так просторно. не то, что у нас. Очень много деревьев. Очень много ненужностей всяких. Вот. видите, у них участок идет как бы наклоном вверх. Снизу вверх. А там гора. И на горе стоит церковь. Ну, здесь лес, поэтому не видно. Вот. А так идет уклон прям вот туда наверх. И там еще возле церкви родник есть. Вот. Так что вот так вот. А мы с вами идем обратно. Погуляли. Немножко я вам показала в общих чертах. Ну, вот. Еще у них где-то вот здесь был большой малинник. Ну, видимо, все уже выродилась вся малина. И, видите, немножко смородины. Ну, тоже, как у нас, она здесь не очень хорошо растет. Видите, все листья пожухли. Тоже есть и больные кусты я вижу. Вот. Ну, просто, просто, видимо, не растет. Поэтому зачем мучиться, если не идет. Ну, все. Сейчас приедут еще родственники. Тетя Валина дочка с мужем. И получается, у меня она как двоюродная сестра, что ли. В общем, это сложно. Я в этом во всем не разбираюсь в родственных названиях. Вот. И поснимаю вам стол. Может быть, фотографии вставлю. Так что увидимся попозже. OLDH СТЕЙ Продолжение следует...